В Карасайском районном суде процесс по нашумевшему убийству эколога Нурлана Утиулиева. На скамье подсудимых его двоюродный брат Дмитрий Жабин. Сегодня судья заслушал показания матери убитого и самого подсудимого. В освещении процесса активно вмешивается судебный пристав Александр Цой, с ссылкой на указание судей Еркена Сиитова. Покиньте, у меня приказ, у меня распорядка выполняется. Это незаконный приказ. Это незаконный приказ. Это воспрепятственная деятельность из МИИ. Выходите. Вы вообще кем являетесь? Представьтесь. Я судебный пристав. Удостоверение. Покажите ваше. Покиньте. Покажите ваше удостоверение сначала, чтобы я знал, с кем я разговариваю. Удостоверение. Нет, вы покажите удостоверение. Покиньте просто. Журналисты отказались выполнять распоряжение судей и остались в зале. Впрочем, аудио, фото и видеосъемку все равно запретили. Его заставили. А вы календарь, что он приносит. Выключите камеру, я вас еще раз предупрежу. Подождите, подождите. Я же не сужен не снимаю. Я не снимаю. Где здесь написано? Нет, не сужен. Покиньте. Обвиняемый в убийстве признал свою вину полностью. Убил на почве личной неприязни, в одиночку загрузил в автомобиль, отвез в ущелье и выбросил. Интересно другое. Вначале Дмитрий Жабин говорил, что застрелил Нурлана Утиулиева в состоянии аффекта. Но адвоката Инагур Кашкинова напомнила подсудимому, что имело место умышленное убийство. Это обстоятельство дало основание родственникам говорить о предвзятости следствия. Вот их комментарии. Все знают, что следствию выгодно. Чем больше нагрузить, тем лучше для них. Сделано. Конкретно подготовленное убийство. Все. Прямо конкретно. За два дня. Сейчас Дима дал показания, что произошло спонтанно. Здесь совсем все по-другому. Не верит показаниям подсудимого и тетя убитого Торбия Утиулиева. По ее версии, это было заказное убийство из-за активной деятельности племянника. Нурлан мешал строить элитные коттеджи в природоохранной зоне и на месте древних сакских курганов. Понимаете, муж его наняли, муж он действительно убил, но не один. Его наняли. Ему заплатили большие деньги. Не может быть один человек убивать. Никак. Следующее судебное заседание по этому резонансному делу назначено на 14 августа.